Кто меня не знает, моя фамилия Матвеев. Сегодня мы поговорим о нездоровой возне вокруг МПЦ и о слабоумных поганцах, решивших, что могут напасть на меня и МПЦ. Мне непонятно только одно, в какой период времени им пришла в голову эта самоубийственная мысль. Где они взяли эту паленую алкашку или каких грибов пережирали. Я долго наблюдал и терпел в надежде, что все-таки Шиза их отпустит. Но нет, почему-то у нас принято доброту принимать за слабость. Но добро не сжалость и не слабость, добром дробят замки оков. Добро должно быть с кулаками, добро суровым быть должно, чтобы летела шерсть с кулаками со всех, кто лезет на добро. Так писал Станислав Куняев в 1959 году. Всех приветствую! Обязательно посмотрите это видео до конца, не перематывая, и получите ответы на многие свои вопросы. Я по умолчанию добрый, но не перестаю повторять, что территория конфликта мне хорошо знакома. Это моя территория. Но глупцы не извлекают уроков из ошибок других глупцов. И затаскивая меня на мою же территорию, агрессор становится жертвой. Нападки на МПЦ до недавнего времени происходили с завидной регулярностью. Пытались и прекратить существование МПЦ и опорочить нашу репутацию. Началось все с того, что в январе 2020 года к нам в офис заявила съемочная группа программы «Зов» с телеканала «Санкт-Петербург» с шайкой из 5-7 человек, якобы пострадавших от действий МПЦ. Юридические кампании на Невском 137 и Владимирском 17 закрылись, но в редакцию продолжают поступать звонки. Люди жалуются на точно такие же организации, в которых лжеюристы их обманывают. Давайте послушаем. Меня зовут Александр, я обратился в МПЦ на Чайковского 16 за бесплатной консультацией. Я заключил с ними договор, они ничего не сделали, в итоге они требуют от меня деньги и угрожают моей семье. Помогите разобраться в данной ситуации. Юристы сегодня в зоне нашего особого внимания. Киселёв подлыл же с решением судебного участка номер 84 Всеволожского района Ленинградской области. С Киселёва были взысканы 25 тысяч рублей по договору оказания юридических услуг. Ещё один пострадавший – Дмитрий. Он тоже хотел получить юридическую помощь. В войсковике забил Роспотребнадзор, сразу же мне выскочила общественно-электронная приёмная. Сказали, что нужно вам срочно приехать на бесплатную консультацию. Срочно приехать? Да, приехал на Чайковского 16. Там сразу же начали убеждать, что нужно подавать в суд. И дальше составление трёх бумаг – это 25 тысяч рублей. Вас не насторожило, что Роспотребнадзор просит деньги за свои услуги? Насторожило сразу. Потом они сказали, что поддержка в суде – это ещё 33 тысячи. Ну и в результате… Почти 60 тысяч рублей. Заплатили вы? 58 тысяч рублей, да. Аляпышев – подлый и хитрый врун. Решением апелляционной инстанции Приморского районного суда Санкт-Петербурга с Аляпышева были взысканы 27 тысяч рублей по договору оказания юридических услуг. Будьте любезны, аккредитацию Роспотребнадзора покажите, о которой вы рассказываете всем вашим клиентам. Где мы рассказываем всем нашим клиентам? Вам сказали, что они аккредитованы Роспотребнадзором? Да, все говорили, что это Роспотребнадзор. Вот у вас заявление, написанное месяц назад. Я не вижу дела. Март. Это год назад. Мне нужно дело. Мне нужно дело. То, что вы сейчас... То есть за год вы не могли рассмотреть заявление, достать это дело из архива и вернуть человеку деньги за неоказанные услуги? Оно было рассмотрено. Откуда вы знаете, что услуги не были оказаны? Вам были оказаны услуги? Ну а эти трое, голосящие, к нам должны не были, поэтому мы в суд не обращались. Но и они, впрочем, тоже. А почему? Ответ очевиден. Через месяц эта низкопробная передачка пустила в эфир эту Дезу. Мы ожидали такого развития событий, с ответом не тянули и обратились в арбитражный суд Санкт-Петербурга с иском о защите деловой репутации. Телеканал Санкт-Петербург данный ролик трусливо удалил со всех своих ресурсов, как только начался процесс, сообщив суду, что видеоматериалами более не располагают. И поскольку предмета спора больше нет, суд в иске нам отказал. Но по факту-то мы выиграли, ведь именно этого мы и добивались – удаления ролика. На всех ресурсах телеканала и передачи ЗОВ выпуск за номером 49 отсутствует. Итак, провокация и постанова не состоялась, а учитывая, что губернаторский телеканал удаляет целый выпуск еще до решения суда, вне всякого сомнения, что все содержимое выпуска от начала и до конца – гнусная ложь. В августе 2020 года в питерский офис МПЦ пришли трое оперов 78-го отдела полиции. Требовали предоставить документы и пояснения по одному договору. Это была пятница. Я сказал, что в понедельник все предоставим. Они ушли, но написали руководителю офиса в WhatsApp предложение о дружбе. Разумеется, получили отказ и через несколько часов, созвав войско, вломились в офис. Кошмарили сотрудников МПЦ до позднего вечера. Владислав тогда был еще молодым, недавно пришедшим в МПЦ, поэтому не смог проявить всех своих качеств под таким напором полиции. В понедельник я съездил к начальнику управления и после беседы с ним изъятые документы стыдливо принесли обратно. Это самое первое видео на канале называется «Полиция, коррупция, наркота и проституция». Кто не видел, посмотрите. В апреле 2021 года в питерский офис МПЦ снова пришли сотрудники, но уже в составе следственной оперативной группы. Этот визит закончился моим задержанием и попыткой привлечь меня по статье 19.3 административного кодекса, кто не знает это неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Эта попытка привлечь потерпела неудачу, а показательная порка МПЦ закончилась ли сорванным рабочим днем для организации и испорченной мебелью. В этот раз Владислав был уже другой, настойчивый и дерзкий. Несмотря на то, что меня удалили из офиса, скажем так, он уверенно противостоял беспределу вместе с руководителем офиса и другими работниками МПЦ. Мы, разумеется, написали несколько жалоб по данному факту в прокуратуру и следственный комитет, результатом которых стала потеря к нам интереса. Ну, хоть так, ведь если до полиции наконец-то дошло, что мы работаем по закону, это тоже результат. Это видео за номерами 47, дефис 49. Кто не видел, посмотрите. В промежутках между этими событиями нас шельмовал и Роспотребнадзор. Роспотребнадзор регулярно к нам приходили сотрудники этой странной организации и пытались привлечь МПЦ к административной ответственности. Им удалось это сделать в одном эпизоде, а во всех остальных случаях, в том числе и в случае с проведенной контрольной закупкой, арбитражный суд по нашим заявлениям отменил все вынесенные постановления Роспотребнадзора, признав их незаконными. Ссылки на данные дела вы видите внизу экрана. Итак, МПЦ и я работаем по закону, что подтверждается и тем, что уже много лет МПЦ неизменно находится на одной из ведомственных улиц в историческом центре Санкт-Петербурга. Внизу экрана вы видите последние завершенные дела наших клиентов, разумеется, с нашей помощью. Уголовные дела мы не публикуем. Также не публикуем дела клиентов известных и публичных в связи с их нежеланием афишировать. Ну а теперь к основной теме выпуска. Недавно началась очередная попытка грубого наезда, более того, подставить пытаются не только МПЦ, но и лично меня. Вы удивитесь, когда я скажу, кто этим занимается. Но обо всем по порядку. 14 июля к нам в офис пришли два клиента. Один из них девушка с проблемным телефоном. Она заключила договор, оплатила, а на следующий день пришла расторгаться. И пришла не просто написать заявление на возврат денег, в чем нет никакой проблемы, а заявилась с концертом. Мадам кричала, что ее вынудили подписать акты выполненных работ. Акты действительно были подписаны, но не на всю стоимость договора, а лишь на его часть, связанную с консультацией. Истерика была с порога, клиентка снимала ее на телефон, будто нарабатывала скандальную базу. Ни фига не выполняли. Да не нужны ваши деньги вообще. Так это ваши деньги. Не нужны. Накидала даже несколько сообщений в WhatsApp, сразу определив МПЦ в мошенники. Деньги ей вернули за вычетом консультации. Важная деталь. Девушка акцентировала в своем выступлении, что она не юрист. Ответовка вообще не юрист, я очень далека от этого. Но в результате она оказалась студенткой юридического факультета СПБГУ. 14 июля пришел и другой странный клиент. Им был молодой человек с вопросом по авторскому праву, которое он хотел зарегистрировать на свою песню. Парень провел у нас около часа, постоянно отходил советоваться с кем-то по телефону. Договор по итогу подписал и полностью оплатил. А на следующий день, 15 июля, около 16 часов дня, он вернулся с якобы старшим братом, который рассказал трогательную историю, мол его младший брат дурак, ничего не соображает. А деньги, которые пошли в оплату договора, были выданы ему на учебу. Он пришел к вам в проблему. Хорошо, сделал это, он пришел к вам в консультации. Пришел к вам, как бы, но... Какие в ней договори? Я не знаю, я в чьи там... Ты в договор, наверное, у тебя три человека на списал, придурок. А здесь вы же назвали. А он пришел, его, б***ь, его сныкать. Ну, серьезно? Еще потом дать слово, и пойдем я сижу к мне. Почему? Да, по-другому, занялись в балерину, здесь девушка, это фигня. Да, потому что ты ебил, потому что у тебя три слова, что я вот ебал, придурок. Вот несколько сделаешь. А вот, как бы, надо было начинать. Если вы приходите и говорите, что у вас дурак в ростике, так надо подойти, ну, еще потом сказать. Игорь Владимирович, какая ситуация, у нас дурак в ростике. Так я сразу же позвал. Серьезно? Да. Терамику ты. Я вас не кры, Игорь Владимирович. Я вас полный уважения. Терамику. Мама моральница, представляете. Я сказала, ну, что придурок. На него разницы никакой нет. Вот она вот так вот, сюда залетела, сюда вылезала. Иди отсюда вообще. Этот старший брат так вошел в роль, что без конца матерился и даже ударил по голове своего родственника. Или не родственника, мы точно не знаем, кем он ему на самом деле приходится. Братья просили вернуть деньги. Наша юрист объяснила, как происходит процедура возврата денег. За что и сколько денег мы удержим. Пардон за мою эмоциональность, но просто я узнал, я сразу приехал, потому что придурок. Ни один вопрос не решен в истории. Я помню. Ладно. Пошли. Когда эти двое ушли, я рекомендовал МПЦ пожалеть парня, ведь деньги, с их слов, были отложены на учебу. И 18 июля МПЦ вернуло все деньги по договору. Представьте наше удивление, когда спустя пару недель мы увидели этого старшего брата в видео другого блогера. Разговаривал он совсем иначе, нежели во время визита в МПЦ. Забегая вперед, скажу, что старший брат оказался юристом и адвокатом из команды Ердрея. Видео, о котором идет речь, опубликовано под названием «Полиция и АБЭП задержали подозреваемого в крупном мошенничестве и изъяли у него всю технику. А сцена в нашем офисе была попыткой подставить МПЦ». Зовут этого адвоката Григорий Долгий. Вскоре он появился и в другом видео Ердрея. Они вместе кошмарили пастора. А незадолго до этого представитель пастора приходила ко мне и просила помощи. Я отказался представлять его интересы по принципиальным соображениям. Ну и в телеграм-канале пост от 9 августа под названием «МВД продолжает принимать сигналы». Григорий победно трясет талонами уведомлениями о подаче заявлений в полицию на каких-то, по их мнению, жуликов. Всем добрый вечер. Это еще пять заявлений от потерпевших в отношении господина Пупкевича и семь групп. Пупкевич, не переживай, мы до тебя доберемся. Полиция уже работает. Ничего не напоминает? Правильно. Слезал с хозяином. Манеру праздновать победу на марше. Идеальная иллюстрация, когда язык опережает мозг. Также победный Гердрей тряс исковым заявлением Кириллу Чернову, автору канала «Авторевизора». 5 августа в нашем телеграм-канале подписчики подняли эту тему. Кто не знает, некоторое время назад у Гердрея произошел конфликт с Кириллом. Подшивалов выпустил ролик с наездом на Кирилла, устрашающий тряс в кадре исковым заявлением. А Кирилл Чернов тоже получает иск о защите чести, достоинства, деловой репутации в арбитражный суд. И с треском проиграл в суде. Так вот, в 19.47, 5 августа, в обсуждении поста «Таха освобожденный» один из пользователей написал, что потерял к Гердрею уважение после истории с авторевизора. Заинтересовались и другие подписчики. В 20.06, под тем же постом, я ответил на вопрос, прикрепив решение суда с отказом в иске Подшивалову. Какие отношения связывают МПЦ и авторевизора, я сейчас открывать не стану. Чуть позже вы все узнаете. И тут у кого-то полыхнуло. 6 августа нам прислали пост из его телеграм-канала, где Гердрей накатал целую простыню оправданий за свой проигрыш в суде. Публикация сделана в 11.32 и называется «Новости хорошие и не очень». В 12.19 в обсуждении нашего поста «Таха освобожденный» появляется комментарий, где подписчица сообщает о публикации Гердрея и смеется над ним, как быстро он реагирует на комментарии в нашем канале. Не скрой, я прочитал этот юридический бред. В частности, до него не дошло и по сей день, что по данной категории дел для принятия решения судом и как следствие лингвистическая экспертиза не требуется, о чем суд и описал в своем решении, отказав в ходатайстве ответчику о проведении судебной экспертизы. И смысл написанного судом следует, что это распространяется и на экспертизу, проведенную Подшиваловым, и суд дал этому оценку вопреки его нытью. Но главное, Гердрей заявил, что в апелляции будет представлять себя сам. Теперь-то уж точно без шансов. 7 августа нам снова присылают события из телеграм-канала этого блогера. Теперь он зацепился за видео двухлетней давности, на котором запечатлен фрагмент конфликта нашего юриста и какой-то женщины, которая не была клиентом МПЦ. 42 женщин, не более. Одна ударила другую ногой, та в ответ остудила ее пыл, облив водой. Можно ли было предотвратить конфликт и вести себя иначе? Наверное, да. Осуждаю ли я юриста? Конечно же нет. Ведь профессиональные качества юриста этот случай никак не умаляет. Это видео появилось в 4.51.7 августа в комментариях под постом на канале Гердрея «Новости хорошие и не очень». Казалось бы, что такого, но Гердрей реагирует специфически. В 10.00.7 августа он пишет «Истинный МПЦ», а через несколько часов трусливо удаляет комментарий. Это опять же к вопросу о том, когда язык опережает мозг. В тот же день Андрей появляется в комментариях нашего телеграм-канала. 7.00 августа в 22.46 он оставляет первый комментарий под Тахо освобожденный. Начинает вежливо. Что-то странное начало твориться. Ваша компания стала чересчур часто ко мне наведываться. Не находите? Сам постеснялся? Жену прислал? Но быстро удаляет два первых сообщения. Оставляет лишь послание, где пишет. Стесняться не надо и присылать никого. Приходи лично, разъясним тебе, кто ты на самом деле и подписчикам твоим тоже. Вы что-то путаете, только после вас. Мальчонка, ты в себя поверил? Приходи и я тебе разъясню. Кстати, скоро ты все узнаешь, кто к кому ходит. Таблетки забыл выпить опять. С фантазией у тебя плохо всегда было. Скоро все узнаешь. Не скучай. Смотри интересный контент и учись. Короче, чтобы я тебя более не видел, ты порочишь всю адвокатуру. Готов со мной батл юридический устроить? Смешно слушать. Батл юриста и мошенника. Я так и думал. Завтра жду себя. Мальчонка, здесь я командую. Ердрей отвечает оскорбительной картинкой. Готовься. Опять воздух погнал, как и с батлом? Ты не съедешь, ты пришел ко мне. Ты ко мне полез первый, ты и приедешь. Ты же хотел ко мне приехать, не так ли? Ты для меня пятно чернильное, у тебя пукан горит жарко. Запомни, кролик для питона, только еда. Ты начал, я принял. Че, сдулся? Или это не ветеранов на бабки кидать? Правильно ли я понял, что ты сейчас обвинил меня в уголовном преступлении в отношении ветерана? Именно. Окей, я тебе ровно одну неделю даю извиниться. Не лопнули щеки, все окей? Почему неделю? Дай хотя бы дней десять. Время пошло. Я не буду извиняться, не тяни время, сдуй щеки. Уже все обратили внимание, что меня копируешь. Ну зачем так явно-то? Сдуй щеки, мое заклинание. Ты опять опозорился. Ну погнали, дружок. Я тебя копирую. Может еще и футболки со стразами ношу? Не срезай угол. Футболка от Филиппа и она ни при чем. Копируешь повадки и поведение, фразы. Я же говорю, скоро все узнаешь. Звучит по-гейски. Футболка от Филиппа или разок не считается. И кто гей скоро узнаем тоже. Первая твоя проблема. Язык опережает мозг. Признаешься? Вторая твоя проблема. Неспособность верно оценить ситуацию. Давай к третьей. Пока это перевари. Ладно, на сегодня достаточно тебе. Переваривай пока. Я ушел. Не хулигань тут без меня. И переписку не удаляй. Попытка вывести меня не удалась. Полив меня грязью, он удаляется. В этот день все. Через неделю Ярдрей снова появляется на моем канале. Поливает меня грязью. Обвиняет меня в обмане пенсионеров. И приглашает к себе, по видимости, в офис. Доказательств никаких не приводит. Ссылается на видео, о котором я рассказал в начале выпуска. В общем, не найдя должной поддержки у моих подписчиков, удалился. Я понимаю, что аккаунт, с которого велась переписка, фейковый. И можно было бы подумать, что кто-то пытается столкнуть нас лбами. Но, учитывая то, как Подшивалов любит оправдываться, причем оперативно, а на эту переписку он не обратил никакого внимания и не дал ни единого комментария и по сей день. И это несмотря на то, что его же подписчики писали ему на его же канале, что на канале МПЦ от его имени кто-то поливает грязью МПЦ. Почему? Ответ очевиден. Либо он сам писал, либо какая-то из его баллонок. Следует добавить, что на мой канал забегали и несколько его пуделей. Запомнился один под ником Шелленберг. Важная деталь, кто не знает. Шелленберг это реальный нацистский преступник, генерал-эсэс, разведчик. А учитывая, что Ердрей увлекается трудами нацистских преступников, возникает подозрение, что под ником Шелленберг выступал сам Подшивалов. Кто не понял, объясню. В ролике за номером 250 Подшивалов использует цитаты выступлений Геббельса, как цитаты великих людей. «Откачивает силу, как только становится явной». Йозеф Геббельс. Никого другого он не мог выбрать, как эту мразь фашистскую. Надеюсь, что в ближайшее время ФСБ проверит Ердрея на вменяемость и научит его Родину любить. Если вдруг после этого видео Подшивалов удалит этот ролик, то у меня он сохранен, если что. Идем дальше. В телеграм-канале Ердрея размещена информация, оскорбляющая меня и мою семью, обвиняющая меня в преступлениях, какие-то картинки с нарисованными членами. И он это не удаляет. Это посты на канале Ердрея «Новости хорошие и не очень» от 7 августа. И опупкевичились от 19 августа. Может, это нормально для него и его команды? Может, они сами балуются фалосами на своих лицах и не только на лицах? Но это их игры, и я точно не игрок этого голубого локомотива. Атака на МПЦ и меня на этом не прекратилась. В этот же день, 7 августа, Ердрей выпускает видео за номером 340, и подписчики бомбят нас сообщениями, что в ролике упоминается МПЦ. Причем не в лучшем свете. Оказывается, директор какого-то салона «Лада» смачно чмокнул в булке Подшивалова. Объективно, в моем понимании, вы самый сильный, наверное, из тех, кого можно увидеть в сети. С МПЦ приезжали один раз товарищи, но там, ну, они пока им до вас очень далеко. Они, как я понимаю, берутся за все подряд, просто нагоняют хайп себе. Я не видел выигрышных дел-то у них никаких. Не знаю, вы, может, больше в теме не выиграют, хоть в чем-то. Мы особо тоже не в теме, если честно. Как вам? Обязательно напишите, что думаете про это трогательное раболепие. Каждый директор дилерства центра начинает свой рабочий день с изучения судебной практики. Как же иначе? Особенно практики МПЦ. И, конечно же, знает, за что берется МПЦ, а за что нет. И Ирдрей с лысым напару голосят. Не, не в курсе. Следят за моей деятельностью, копируют меня, присылают торпед и не в курсе. Ну и персонально для клоуна из автосалона несколько завершившихся интересных дел прошлого месяца для его статистики. Автосалон Дакар в Санкт-Петербурге, Грожановского, 14. Карты помощи на дороге. Взыскано более 700 тысяч рублей. Видео на нашем канале 85 и 111. Вел дело Иван Дмитриевич, всем вам известный по роликам. Взыскали задаток в размере 550 тысяч рублей по предварительному договору купли-продажи недвижимости с жуликоватого продавца, который добровольно отказался возвращать деньги. Интересная история обмана. Ролик на канале будет уже скоро. Дело вела и победила Юлия Владимировна. Взыскали 8 миллионов рублей по расписке. Ответчик не хотел возвращать деньги и его адвокат заявила, что расписка была безденежная и написана была ответчиком под давлением физическим и моральным. Проводилась судебная экспертиза, которая полностью опровергла позицию ответчика. Это сложное дело ввела и победила Юлия Владимировна. Официальный дилер Вагнера, автомобиль Volkswagen Polo. Дело длилось почти год. Стоимость автомобиля на момент покупки составляла около 800 тысяч рублей. Отказ от гарантийного ремонта и замены автомобиля. Были проведены две экспертизы. Выводы эксперта полностью подтвердили заводской брак. Взыскано около 3,5 миллионов рублей с учетом уменьшенной судом неустойки в связи с мораториями. Вел дело Иван Дмитриевич. И снова Юлия Владимировна и очередная победа в сложном деле. Мы представляли интересы ответчика, у которого по условиям расписки пытались забрать квартиру. Наш клиент утверждал, что расписок не давал и денег не брал. Были проведены подчерковеческая и химическая экспертизы, согласно выводам которых наш клиент договор займа не подписывал. Расписка написана не его рукой. И все эти документы подделаны на цветном принтере. Ну и несколько десятков завершенных дел за последние полгода можно увидеть в бегущей строке внизу экрана. Там и гражданские дела, и административные, и конечно же арбитраж. Наслаждайся, директор автосалона, ты так страдал. Мы заметили еще одну странную деталь отзыва. 2 августа на сайте отзовик регистрируется некий пользователь под ником «Обману нет» и начинает рассылать сообщения некоторым пользователям, которые оставили свои комментарии. Причем в одном сообщении он пишет, что сам стал нашей жертвой, а в другом пишет, мы можем вам помочь наказать их, их же оружием. Напишите в личку, если интересно. Занятно, не правда ли? Это, конечно, догадки, если бы не случай. Ирония заключается в том, что пару лет назад был у нас клиент, и он в какой-то момент решил, что услуга оказывается не так, как ему бы хотелось. Он написал заявление на расторжение договора и написал отзыв на отзывике. Спустя несколько дней проблема разрешилась, клиент по итогу остался доволен, но про отзыв все забыли. Спасибо, случай. Так вот, ему сказали, что мы мошенники, и они готовы ему помочь, но для этого нужно дать интервью кому? Каналу Ердрея. Он, разумеется, позвонил мне. Почевалов, похоже, совсем одурел. Он роется в отзывах, чтобы найти на МПЦ компромат. Позорище. Еще нашел где? В отзывике, помойке, монетизирующий негатив, зарегистрированный в США. Правда, есть у них опция заботы о репутации, но это за деньги. Лучше бы Ердрейка сосредоточился на отзывах о себе. Многие пишут очень плохое. В частности, на сайте отзыв.ру.ком собирается группа, которых, по их мнению, обманул подшивалов. Указаны контакты лица и даже телефон. Люди не скрывают себя, действуют открыто. Интернет завален подробными отзывами, как Ердрей дурачил клиентов, проигрывая дела по автосалонам. Но к его делам вернемся позднее. Закончим про отзывы МПЦ. У МПЦ 200 договоров в месяц. 2400 в год. За 5 лет более 12 тысяч договоров. И это только по Санкт-Петербургу. Сколько негативных отзывов? 30, 40, может быть 50? 12 тысяч договоров и 50 негативных отзывов. Не смешно ли? И это не разбираясь, еще кто их написал. А два из них уже известны нам, Киселев и Ляпышев. Больше половины отзывов написано непонятно кем и непонятно за что. Например, последний отзыв от 19 августа. Автор-боец пишет. Достоинства. Ролики супер, а главное онлайн. Аня красотка. Недостатки. Многочисленность негативных отзывов очень расстроила. И ставит одну звезду, еще и пишет, что вообще без звезды не написать. Вот кто он после этого как не мог. Вот как-то так. Отзывы может и надо читать, но фильтровать и фильтровать жестко. А за нас, говорит, результат. Конечно, у нас есть и проигрыши, без них попросту не бывает. Но могу сказать с полной ответственностью, что если есть хоть один шанс, то мы его обязательно используем. Я никогда не гарантирую исход дела, но я гарантирую лучшую юридическую защиту каждому, кто ко мне обратится. Более 60% дел оканчиваются в досудебке. До 10% клиентов отказываются от дальнейшего продолжения по различным причинам. И только 30% всех дел доходит до суда. И статистика выигрышей весьма приличная. Внизу экрана вы видите несколько десятков дел, завершенных в этом году. Надеюсь, по отзывам все понятно и возвращаться к этой теме мы больше не будем. Не буду скрывать, нам на выездах регулярно говорят, что Подшивалов унылая Г, и смотреть его неинтересно. Но я никогда не вставлял это в ролики. Это для меня блювотно. Но Подшивалов решил подавить конкурентов, убрать с рынка МПЦ. Он понимает, что несмотря на то, что на его канале почти втрое больше подписчиков, чем у меня, количество просмотров практически одинаковое. Этот блогер понял, что он слишком унылый и не тянет. Он давно копирует меня, но меня невозможно копировать. Чтобы меня повторить, нужно иметь опыт, знания и характер. Еще год назад он не знал, как вызвать полицию. Вспомните видео с коллекционным Порше, где клиента Подшивалова обманул автосалон. Как Подшивалов убедил бизнесмена пойти в суд с проигрышной позиции, мне неизвестно. Но он провел клиента под судебным инстанцией и проиграл, нанеся своему клиенту еще большие убытки. Об этом потом. В общем, Ердрей стал смотреть меня, научился вызывать полицию, но не знал, что с ней делать. Нанял помощника, который пытается подражать моей манере ведения переговоров. Который стал нет-нет испытывать физическую боль. А я часто применяю этот инструмент для обуздания особо борзых персонажей. Все знают, это статья 6.1.1 Коа. Побой. Теперь эту фразу вы можете услышать в роликах Ердрея. Хотя у Максима футболка немножко другая. Только вот когда их вышвырнули, как котят из Авелона, к этому они были не готовы. Ведь в моих роликах такого еще не было. Поэтому им простительно, что они не знали, что делать и как действовать. Возможно, когда-нибудь кто-то попытается меня вышвырнуть, и я покажу, как действовать в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. Сам Ердрей наконец-то стал называть себя юристом, а не блогером федерального масштаба, как он называл себя раньше в конфликте с авторевизором. Тогда у него было менее 500 тысяч подписчиков, и он провозгласил себя федеральным в стране, где чуть менее 150 миллионов человек. Федеральный масштаб, не иначе. Такое заявление может быть оправдано только слабоумием с элементами мании величия. А в ролике про Мосавтодилер Подшивалов нашел Чоповца и попросил у него удостоверение. Правда, как-то скромно и запинаясь. Удостоверение ваше покажите охранникам? Да, у меня обязаны. Обязаны, если вы охранник. Закон почитайте лучше о своей работе? Да, что вы знаете. Ну, тогда вы должны знать то, что обязаны предоставить нам. Как бы подсказать Андрюхе, чтобы не стеснялся и был смелее. А главное, чтобы не говорил «Ваш закон вас обязывает», а говорил четко. Статья 12.1 Федерального закона о частной детективной и охранной деятельности. Почему Ирдрей не использует нормативку в своих роликах? Запомнить не может? Или не хочет, чтобы зрители знали? Действительно, зачем, чтобы зритель обучался? Ведь тогда к нему никто не придет. Вот это именно то, что отличает Ирдрея от меня. Я обучаю людей, а также я обучаю юристов. Потому что понимаю, что мне одному не переварить весь объем беспредела. Этих юристов вы видите в моих роликах. Это практика, и с каждым выездом они становятся зубастие. И не сравнивайте их со мной. У них всех свой стиль. Если они работают у меня, значит я в них уверен. И если мой зритель мне доверяет, то должен доверять и им. Скоро вы увидите еще юристов на моем канале. Они не работники МПЦ, у них своя команда. И мы будем совместно вести работу по одному интересному направлению. Встретил я их впервые в медклинике «Маримед» на Пятницкой, 71 в Москве. Они представляли интересы обманутого там пациента. Вы видели их в нашем ролике. Потом выяснилось, что мы параллельно работали над ликвидацией ООФИМИДА. Улица Петровка, 23 в Москве. Конторы лжеюристов, которые прикрывались адвокатом Мелехиным. 25 августа в этой шараге прошли обыски. И они больше не работают. Адвокат деньги вернул. Я это говорю к тому, что я не боюсь показывать новые лица и продвигать толковых юристов. Не боюсь, что кто-то будет лучше меня. По простой причине они и должны стать лучше меня. И будут дальше очищать рынок юридических услуг от жулья. И не только юридический, а и все остальные сферы. В том числе и Владислав. Сейчас он не часть моей команды. Он решил развиваться самостоятельно и поступить в адвокатуру. Но несмотря на это, Владислав знает, что всегда может вернуться в МПЦ. И всегда может рассчитывать на мою поддержку. А что делает Ярдрей? Он позвонил Владиславу и пригласил его на выезд. Но выезд предлог. Ярдрею нужна была информация об МПЦ. Ведь все понимают, что Ярдрей никогда не даст Владиславу быть ведущим. Потому что Владислав заткнет Ярдрея за пояс в один миг. И Андрюшка потеряет канал. Но Владислав парень тщеславный в хорошем смысле. И использовать себя он конечно же не даст. Владислав не будет работать на затворках Ярдрея, будучи ведущим в МПЦ. Чему учит Ярдрей? Практически ничему, как я говорил ранее. Он не дает нормативки. И напротив, учит плохому, что приведет к большим проблемам. В одном из видео с названием Автосалон отбирает у клиента оплаченный автомобиль. Он подстрекает клиента к наезду на пешехода. Мы об этом узнали, потому что подписчики пришли ко мне за разъяснениями. Можно ли так давить менеджера салона? И можно ли так забрать авто? Отвечал всем и говорю сейчас, нельзя. Даже СтопХам знает, что это запрещено. А федеральный блогер заявляет, что автомобиль не наехал на него, а подвинул. И двигать можно все, что двигается. Вас не сбили, вас подвинули. Это разные вещи. То есть, по его мнению, пешеходам можно двигать автомобилем. Формальная ответственность за наезд по статье 12.24 Коап наступает только в случае получения легкого вреда здоровью. То есть, нужно обратиться за медицинской помощью. Но можно привлекать по всем известной статье 6.1.1 побои. То есть, за любые насильственные действия, причинившие физическую боль. Но не это главное. Не понимаю, почему автосалон не написал заявление за угон по части 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть, неправомерное завладение автомобилем без цели его хищения. С применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Так как, согласно статье 223 ГК РФ, автомобиль принадлежит продавцу, то есть автосалону, до момента фактической передачи автомобиля. Передавать автомобиль автосалон в этот день отказывался. И это, по моему мнению, угон в чистом виде. Где лызый подстрекатель, потому что где-то самовольно взял ключи и сказал клиенту садиться и выезжать. Клиент подшивалова исполнитель, а подшивалов организатор. Про миллионную неустойку вообще смех. Неустойка начинает исчисляться с момента нарушения срока исполнения по договору. Срок по договору не нарушен. Автосалон возвращает деньги и все. Взыскать можно только убытки, возникшие в результате несостоявшейся сделки. Но это нужно доказать. А что несет подшивалов? В общем-то ничего нового, как всегда, обещает миллионы и пролетает в суде. Но зрителю свои проигрыши ядрей не показывает. Ведь их столько, что всех и не упомнишь. И раз уж он устроил постанову в своем ролике о делах МПЦ, попытался обгадить МПЦ, то и я поинтересовался его практикой. Результат наведения справок о деятельности подшивалова я покажу вам во второй части. Историй много, но смысл один. Обещать клиенту миллионы, а по итогу, и это в лучшем случае, получить копейки. Как в случае с BMW M4. Требовал 27 миллионов, а получил 168 тысяч. После чего клиент подшивалова заплатит еще и судебные расходы, в том числе за оплаченную ответчиком экспертизу. А что делает ядрей? Всем привет, с вами ядрей. Сегодня у меня на канале будет очень важная и серьезная тема. Это продажная судебная экспертиза. Это именно то, что мешает нам периодически выигрывать, казалось бы, стопроцентные дела. Правильно, обвиняет суд и эксперта, чтобы потащить клиента в апелляцию, касацию и так далее. Как в случае с коллекционным Porsche. В общем, будет интересно. И подводя итог сегодняшнего видео, я обращаюсь к тебе, подшивалов. Тебе не нужно было затевать войну со мной. Война вредна для всех сторон конфликта. Каждый понесет убытки. Тебе нужно было прийти ко мне и договариваться. Делать свою работу, как и делал. Может быть, даже совместный выезд организовать. Ты же читаешь комменты и знаешь, что сотни подписчиков этого желали. Они-то верили тебе, что ты за правду коллаба с МФЦ ждали. Не подозревая, что тебя волнуют только бабки в собственном кармане. Вот это действительно был бы контент, полезный для всех. А в первую очередь и для тебя. Но это был бы поступок умного человека. А ты подвел подписчиков. Ты показал свое гнилое нутро. И это при всем при том, что ты учишься у меня. Копируешь меня и тут же гадишь мне. Даже оператора второго взял. Девушку. Никому ничего не напоминает. С месяц назад мы ржали в офисе над Лысым, когда он боль испытал физическую. А Ярдрей назвался юристом в первую очередь, а не блогером. И тогда я сказал, что скоро Ярдрейка оператора возьмет девушку. Но я и не думал, что до такой степени у подшивалого фантазии нет. Хотя если вспомнить еще и введение телеграм-канала, где также скопирован наш стиль, а неделю назад он еще и стикеры сделал, то понимаешь, как все там плохо. И после этого ты смеешь нападать на МПЦ, который столько нового тебе открыл. Каков ты негодяй. В общем, я долго не обращал внимания на твои выпады, но сейчас ты перешел грань. Ты хотел подставить меня. Ты оскорбил меня и мою семью. На твоих каналах размещена информация, порощущая меня и МПЦ, в том числе информация, обвиняющая меня в мошенничестве. Якобы я увеличиваю пенсии старикам и обманываю их. Ты совершил ошибку и теперь тебе придется привести доказательства или засунуть свой язык туда, где ему самое место. А за оскорбление ты должен ответить. У тебя два варианта. Первый, извиниться, удалить со своего канала все то дерьмо, что там понаписано и отвалить от меня. Ну а второй, если не поймешь, то ты, наверное, уже догадался. Вари капу, дружище, и я жду тебя в зале. Срок тебе три дня. Кстати, в сообщениях ты приглашал меня в гости. Я принял приглашение, поэтому жди. И не забывай, что кролик для питона всего лишь еда. Здравствуйте, Григорий. Григорий к вам отношение имеет? К вашему несчастью у меня, ну так вот, если бегло, два десятка дел. Претензию пускай удалит. У вас физическое образование есть? Нет. Пиписки вам не нравятся? Я смотрю, вам пиписки нравятся. Ваш голубой локомотив меня вообще не интересует. Все это знают. Захочет ли Андрея с вами разговаривать? Отказано. Хорошо. Уверен? Абсолютно. Потянете? Сможем. Игорь Владимирович, смело, но глупо. Сможем. 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 Субтитры создавал DimaTorzok